Девушки отдыхают В Национальном научном центре наркологии проводится эксперимент на людях. Его участниками не отказались бы стать 90% россиян. Но повезло только троим. Решился. Стало интересно себя обследовать, протестировать. Я читал различную литературу, как дипломаты поступают перед тем, как идти на какой-то раут, где без алкоголя никак не обойтись. Что со мной будет, и как вообще мой организм будет реагировать, и как вообще мозг будет реагировать. Мне было это интересно. Юлия, Евгений и Михаил. Обычные люди, одни из нас. Пьют как все. Сегодня им придется пить ради науки. Под моим контролем и наблюдением. Значит, вы должны обо всем рассказывать мне, обо всех своих изменениях самочувствия, ощущениях. Мы соблюли все необходимые условия, которые необходимы при проведении клинических испытаний с участием человека. Добровольцы были информированы о целях и задачах испытаний. Они подписали необходимую документацию. Ученые берут кровь для трех анализов. Генетического, чтобы проверить работу генов и ферментов. Биохимического, чтобы выяснить состояние внутренних органов. И анализ на наследственную предрасположенность к алкогольной зависимости. Всех участников также тестируют на скорость реакции, координацию, устойчивость и оперативную память. Чем быстрее вы работаете, тем лучше. Миша, пожалуйста, внимание, сосредоточьтесь. Готов? Готов. Начинаем. Хорошо. Физическое состояние хорошее. Более того, физическое состояние Юлия отличное. Физическое состояние Жени тоже хорошее. Но Миша, так сказать, у него возраст. Но ограничений никаких для участия в испытаниях нет. В ближайшие три часа Юлия, Евгений и Михаил будут пить вино, виски и водку. Мы выбрали разные напитки от того, что мы как бы пошли навстречу вкусам испытуемых. Да, эксперимент хороший. Эксперимент начался. Хорошо, пошло. Действительно хорошо. Всем известно, если немного выпить, самочувствие улучшается. Все заболевания, по мнению пьющих людей, хорошо лечатся алкоголем. Это касается сердечно-сосудистых заболеваний. Это касается желудочно-кишечных заболеваний. И отчасти эти мифы держатся на неком реальном основании. Перед вами кровь среднестатистического горожанина перед употреблением алкоголя. И эта кровь далеко не идеальна. Движение эритроцитов затруднено. Плазма зашлакована. Неблагополучная экология, неправильное питание, стрессы мегаполиса. Все это плохо влияет на качество нашей крови. Человек принимает 100 граммов водки. Через несколько минут структура крови стала значительно лучше. Эритроциты очистились и начали двигаться свободнее. Увеличивается сосудистое русло. Ускоряется ток крови. Разряжается плазма. В какой-то мере активизируются ферментные системы и расклеиваются эритроциты. И человек испытывает прилив сил и бодрости. Выпить немного спиртного – это так приятно. Проходит еще полчаса после приема алкоголя. И состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшие месивы из кровавых комков. Лопнувшие деформированные красные кровяные тельца. Произошел так называемый гемолиз. То есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита. Тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще. Ну, никаким образом. Мнение о том, что спиртное полезно для сосудов и кровообращения – это всего лишь мир. Благотворное влияние алкоголя на кровь оказалось временным и обманчивым. Но человек уже не ощущает, что происходит с его кровью. Ему так хорошо. И с каждой рюмкой все лучше. Это связано прежде всего с токсическим воздействием алкоголя на головной мозг. Кровяные комки и склейки забивают тонкие сосуды мозга. Образуются тромбы, которые мешают доставке кислорода. Наступает тромбоз сосудов и гипоксия. Гип – это малооксия кислорода. Мало кислорода. То есть, по сути дела, энергетическое голодание всего организма и клеток. Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Он дуреет. Не пьянеет, а именно дуреет. Понимаете? Вино, водка, шампанское, коньяк, ликеры – существуют тысячи разновидностей спиртных напитков с разным вкусом, запахом, крепостью. А механизм воздействия на мозг и кровь одинаковый для всех. Потому что основа у них одна и та же – этиловый спирт. На самом деле, неважно, какой напиток ты, в конце концов, пьешь, ты потребляешь этиловый спирт. И только его. А напиток – это форма, способ транспортировки этилового спирта в организм. Этиловый спирт или этанол в чистом виде – это яд общепоражающего действия. Он вызывает сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Этиловый спирт в организме человека не оставляет без внимания ни одного органа. А на каждый орган оказывает какое-то свое негативное влияние, которое не способствует его нормальному функционированию. Вот от этого и можно подумать, в каких дозах алкоголь вреден, а в каких полезен. По данным Всемирной организации здравоохранения, 5-7 граммов этилового спирта на килограмм веса человека – это смертельная доза. Если вы весите 50 килограммов, то стакан этанола, то есть бутылка водки, может вас убить. Алкоголь еще в 1975 году был внесен в список наркотических веществ Всемирной организации здравоохранения. И наша страна является участником Организации всемирного здравоохранения и, подписавшись под этим документом, признает алкоголь наркотическим веществом. 44 страны мира поддержали позицию Всемирной организации здравоохранения, и у них алкоголь точно такой же наркотик, как героин, марихуана, гашиш. Наркотическое и алкогольное опьянение – это, по сути, одно и то же, искусственно вызванная эйфория. Благодушное, приподнято-радостное настроение, никак не связанное с реальностью. Память как бы сама отсекает все заботы, неприятности и все плохое, что может омрачить жизнь. Человек думает, что он наконец-то по-настоящему счастлив. Длится алкогольная эйфория от получаса до двух часов. Алкогольная эйфория Далее наступила у всех участников эксперимента. Алкоголь блокирует лобные доли головного мозга, которые отвечают за самокритику и самоконтроль. Вот самокритика, способность взглянуть на себя со стороны – это первое убийство, которое совершает алкоголь в организме человека. Вы видите, они вот тянутся к женщине, ее пытаются обнять и совершают, в общем, те действия, которые они бы не совершали в более трезвом состоянии. Резко меняется самооценка, становится чрезвычайно завыженной. Человек в таком состоянии уверен. Он красивый, привлекательный, остроумный. Женя, Женечка! За эйфорию человек расплачивается в первую очередь здоровьем собственного мозга. Эксперимент удался. Длительная гипоксия приводит к тому, что нейроны начинают в массовом порядке отмирать. Эффект алкогольного опьянения возникает за счет того, что происходит разрушение клеток головного мозга. И, соответственно, вот некое состояние, такой сравнимый с травматическим неким воздействием на головной мозг. Ну, как после нокдауна или после нокаута. Почему же человек не чувствует ни боли, ни тревоги? Почему ему так хорошо? В 1952 году американский исследователь Джеймс Олтс открывает в мозге так называемый центр удовольствия. Он расположен в задней части гипоталамуса. В этот центр подопытной крысе вживляется электрод. Чтобы стимулировать удовольствие, животному надо нажимать на специальную педаль. Крыса жмет на педальку один раз, второй. И вдруг начинает бить по ней без остановки. И вот оказалось, что некоторые животные настолько увлекались вот этим самораздражением, что отказывались от еды, от питья. Не то, что у них, так сказать, не было аппетита, для них это уже было все неважно. И вплоть до того, что некоторые просто погибали от физического истощения. Такое же состояние возникает и у человека, который становится зависим от алкоголя. Когда мы выпиваем, делаем то же самое, что и подопытная крыса Джеймса Олмса. Только вместо педальки водка, пиво или вино. Алкоголь, как электрод, стимулирует центр удовольствия и вызывает резкий выброс дофамина. Особого вещества, которое отвечает в нашем организме за ощущение радости и счастья. В трезвом состоянии дофамин выделяется экономно. Но достаточно выпить, чтобы получить весь запас счастья сразу легко и без усилий. Однако за это человеку придется платить. И вот именно поиск вот этого психологического комфорта, поиск удовольствия, влечет за собой все новые и новые приемы алкоголя, до тех пор, пока алкоголь не вписывается настолько в структуру, нейрохимическую структуру мозга, что пока не превращает человека в своего в раба. Нас насторожило то, с какой интенсивностью она выпила этот предложенный алкоголь. Вот потеря дозового контроля – очень грозный симптом. Его можно увидеть очень многих людей. Никто напиваться не хочет. Все хотят выпить умеренно. Но вдруг появляется то, что ты незаметно для себя выпил гораздо больше, чем ты хотел выпить. Ты хотел выпить там 2-3 рюмки, допустим, да? А ты выпил 5-6. Ты хотел выпить одну бутылку пива, а выпил 3. Ты хотел 3, а выпил 10. Обычно этот симптом проявляется у людей, которые пьют регулярно 2-3 года. Участница эксперимента Юлия, по собственному признанию, пьет редко. Это доказал тот факт, что у девушки сработал рвотный рефлекс. Организм не привык к алкоголю, сопротивляется ему, как яду. И это хорошо. Потеря защитных рефлексов – важный признак зарождающейся алкогольной зависимости. Это говорит о том, что человек уже садаптировался, что организм привыкает, что процесс формирования, вот эта адаптация к алкоголю, патологический процесс, он уже идет. Но почему малопьющая Юля не смогла себя контролировать? Разгадка в ее наследственности. Юлия склонна к алкогольной зависимости с рождения. Это роковое наследство от пьющих родителей. Отец сейчас более-менее, но мама очень сильно стала пить. Есть люди, которые биологически, генетически почти обречены стать алкоголиками, если они, естественно, будут употреблять алкоголь. Такой человек, он не знает, предрасположен он или нет. И, потребляя алкоголь, он волей-неволей может оказаться больным человеком. Постепенно, постепенно эта болезнь может в нем развиться, может пустить корни, и в конечном итоге он может даже погибнуть от этого заболевания. Если кто-то из родителей, бабушек, дедушек пили, вы в зоне риска. Пьющие губят не только свою жизнь, но и генный материал, который передают потомкам. Это такой приговор. Я всегда говорю своим пациентам, ну тебе не повезло. Ты не виноват. У тебя уже, вот ты родился, и ты унаследовал гены, которые таким образом у тебя легли, что они сформировали твою предрасположенность в будущем к развитию алкоголизма. И у нас, к сожалению, в силу какой-то изменений в генофонде, вот сейчас уже очень большое количество детей рождается с предрасположенностью к алкогольной зависимости. Почему в России самый высокий в Европе процент людей, предрасположенных к алкогольной зависимости с рождения? Виновата водка, которую русские пьют уже более 300 лет. Среди всех крепких напитков, которые существуют, водку пьют только в России. Ну, может быть, еще, скажем, вот в странах Балтии, и может быть, ну, я не знаю, где еще, пожалуй, все. Но весь мир крепкие алкогольные напитки пьет совершенно другие. Это, прежде всего, конечно, виски, коньяк, ну, там, текила и так далее. В Национальном научном центре наркологии провели опыт на крысах. Беременных крыс-самок разделили на три группы. Каждой группе давали свой алкогольный напиток – коньяк, виски и водку. Эксперимент длился 21 день – это срок беременности крыс. Все три алкогольных напитка отрицательно повлияли на протекание беременности. Количество плодов у самок, у матерей, которые пили коньяк и виски, было больше, чем у матерей, которые пили водку. То есть некоторые плоды просто как бы растворялись. Те крысята, которые выживали, весили в два раза меньше нормы. Были вялые и заторможенные. Но по одному параметру ученые обнаружили колоссальное различие. Потомство крыс, которые в период беременности пили водку, проявляли большую тягу к алкоголю. Именно водка, именно вот этот сверхчистый раствор этилового спирта, по сути дела, это, ну, скажем так, продукт высокой химической частоты водки, который мы пьем, который не содержит ничего, кроме молекулы этилового спирта. По сути дела, вот этот вот раствор этилового спирта оказывает более глубокое, более интимное и более выраженное токсическое воздействие на организм человека, которое такими простыми обычными методами не удается выявить. Водка же, как чистый реагент, в первую очередь оставляет глубокий отпечаток на генах человека. Доказано, если первое поколение употребляющих водку спивается примерно за 10 лет, то второе за 5. А третье за 3 года. Водка, по-видимому, в гораздо большей степени способна вызывать развитие физической зависимости и психической зависимости у человека, нежели чем коньяк и виски. Однако это не значит, что виски и коньяк безопасны. Любители этих напитков очень быстро становятся пациентами нейрохирургов и кардиологов. У них за 2-3 года развивается артериальная гипертония, алкогольная болезнь сердца, нейропатия и нарушение мозгового кровообращения. Но на наши гены повлияли не только крепкие напитки. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. У россиян был обнаружен так называемый азиатский ген. Этим термином называют целый набор генов, при котором человек плохо переносит или совсем не переносит алкоголь. По сути дела малейшая доза алкоголя у таких людей вызывает не опьянение, а жесточайшее отравление. Есть народы, которые веками пили и делали вино. Итальянцы, испанцы, французы. И веками у них складывалась мощная генетическая защита. Алкоголь в их организме быстро расщепляется и нейтрализуется. За это отвечают специальные ферменты. Печень начинает расщеплять молекулы алкоголя. Там существуют ферменты, которые начинают вот эту молекулу алкоголя расщеплять, расщеплять, расщеплять. В конечном итоге получаются молекулы воды и молекулы углекислого газа. И из организма они удаляются. С мочой, с потом, с выдыхаемым воздухом. Что для итальянца хорошо, то японцу смерть. В буквальном смысле. В организме азиата могут вовсе отсутствовать ферменты, которые нейтрализуют и выводят из организма алкогольный яд. И весь процесс расщепления и удаления алкоголя из организма у него оказывается нарушено. Начинают накапливаться продукты полураспада, там альдегиды, формальдегиды. Вот они начинают токсически воздействовать на головной мозг, на внутренние органы. И организм начинает постепенно, постепенно рассыпаться, сыпаться. И человек разрушается и в конечном итоге погибает. Раньше ученые считали, что такой набор генов и ферментов характерен только для азиатов. Отсюда и название – азиатский. На самом деле, генетическая непереносимость алкоголя есть у многих народов. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены десятки малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока. Оказалось, что две трети россиян тоже обладают азиатским геном. Распространенность этих генов российской популяции четко отражает наше срединное промежуточное географическое положение между Азией и Западной Европой. Вот только тип употребления спиртного у нас не промежуточный. Пьем мы гораздо больше жителей Азии и Европы вместе взятых. Согласно официальной статистике, в России на человека приводится 18 литров спирта в год. Независимые эксперты утверждают, все 30. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 8 литров алкоголя на душу населения начинается необратимое угасание этноса. Сегодня в России спивается титульная нация. Титульная нация. Русское население. Готовы результаты генетического анализа участников эксперимента. Азиатский ген выявлен у Евгения. У азиатского гена есть внешние проявления. Такие люди, как правило, напившись, ведут себя агрессивно. Даже от рюмки водки они возбуждаются и долго не могут успокоиться. Мы видим, что у Жени четко проявились агрессивные черты характера. Жать мне куда? Вот тебе мышку. Заткни, дрянь. Он пытается всем навязать свое мнение. И вплоть до того, что даже пытается применять какие-то методы физического воздействия. Женя вообще у него крышу снесло. Такое ощущение. Вот это я помню, как он себя вел неадекватно. Биохимический анализ крови Евгения выявил проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом и сердцем. Я молод, я всегда был здоров. Давление хоть в космос посылай. И вдруг сердечко стало, как-то вот я его стал ощущать. То нет его, не чувствуешь никаких проблем. А тут стало покалывать что-то там. Я его стал чувствовать. Потом случайно померили давление, оно оказалось высоким. И я другой причины не нашел. Это, наверное, алкоголь. Крепкий. И не только крепкий. При генетической непереносимости алкоголя роковым может стать даже бокал вина. И еще у Евгения врачи обнаружили первые симптомы алкогольного заболевания. Почти ничего не помню, что было вот. Выпадение из памяти является таким очень настораживающим и угрожающим симптомом, который характеризует то, что человек уже перешел из просто состояния некого пьянства в состояние уже болезненное. А именно выпадение из памяти является симптомом уже алкоголизма. И характеризует начальные стадии этого заболевания. Вывод ученых однозначен. Алкоголь для Евгения противопоказан даже в малых дозах. Концентрация алкоголя в крови достигла максимальной отметки. Буйное оживление сменилось тяжелой усталостью. Истощением организма. Не могу. Нет, не могу. Я плохо. Если произошел всплеск, выброс, повысилась концентрация этих минировиаторов в крови, то она не может там держаться бесконечно долго. Система, которая их вырабатывает, истощается. То есть угнетение происходит всех функций организма. Когда происходит состояние полнейшего такого тормоза всей нервной системы. И, соответственно, это приводит к состоянию комы и даже в последующем может привести к смерти. И таких случаев достаточно много. Могу сказать, что ежедневно только по одной Москве от состояния комы, полученной в результате алкогольного опьянения, умирают от 11 до 20 человек ежедневно. В празднике, конечно, это количество увеличивается порой в несколько раз. Участники эксперимента больше не пьют, но опьянение нарастает. Повезал! Давай идут в трубку уже! Юля, Евгений и Михаил снова проходят тесты на внимание, на память, на скорость реакции. Результаты тестов у всех наших подопечных, у всех наших испытуемых сугубо отрицательные. Помню, что надо было запомнить несколько ноликов, квадратиков, как они были, в какой последовательности. Я помню, смотрю, и хочется запомнить, и не запоминается. Результаты тестов не пугают, потому что кажутся временными. Протрезвею, и всё пройдёт. Это главный миф, связанный с алкоголем. Но изменения, вызванные спиртными напитками, являются необратимыми. И то, что алкоголь без следа выводится из организма, тоже заблуждение. Этиловый спирт оставляет после себя вещества, которые наш организм не может ни обезвредить, ни удалить. Например, тетрагидроизохинолин. Тио или тио, его в науке называют. Вот это вещество, оно не удаляется ни через почки, ни через печень. Вот это вещество, оно откладывается в ткани головного мозга, как в помойку. Человек выпил там, скажем, 50 грамм, миллионы молекул алкоголя расщепилось, и при этом образовались миллионы молекул тетрагидроизохинолина. Вот в головной мозг, туда. Одна молекула тетрагидроизохинолина удаляется из организма 25 лет. И вот это вещество тетрагидроизохинолина, вот там он накапливается, накапливается, он начинает раздражающе действовать на все клетки головного мозга. Ты уже не можешь надеяться на свою память, она плохо держит информацию. Ты не можешь концентрировать внимание так, как тебе нужно бы это по твоей профессиональной деятельности. Вот ты потихонечку начинаешь терять, терять, терять. Так выглядит мозг человека, который систематически пил 10 лет. Врачи называют его мозг сморщенным. Он колоссально уменьшен в объеме, в нем выпадают целые фрагменты. До грубого поражения головного мозга речь доходит не сразу, а со временем, так сказать, с увеличением этого алкогольного стажа. За время нашего эксперимента в головном мозгу Юлии, Евгении и Михаила от алкоголя погибло несколько тысяч нейронов. Во время следующего застолья погибнет еще столько же. А вместе с ними уйдут память, интеллект, эмоции. Погибшие нейроны не восстанавливаются. Там содержится информация, которую мы аккумулируем в течение всей жизни, в процессе нашего обучения, в детском саду, в школе, в процессе нашей социализации. И вот вместе с этими клетками мы начинаем терять эту информацию. Мы начинаем терять навыки общения в обществе. Общество торгает такого человека. Очень быстро, за год-два, он может потерять все, что составляло основу его жизни. Работу, материальное благополучие, семью, дружбу, элементарное уважение. Он становится неадекватным, заторможенным и социально опасным. Даже для самых близких людей. Я вот был в больнице недавно. Пожилая женщина попала в больницу с переломом шеки бедра. Травма вот этой женщины пожилой возникла от того, что ее любимый сын в возрасте 40 лет, который с ней проживал, и который на все эти годы пествовала, кормила, ухаживала за ним, в один прекрасный момент потребовал у нее денег на выпивку, на что получил отказ. И он, не очень долго думая и размышляя на том, кто перед ним находится, а перед ним находилась мать его, ногой выбил у нее табуретку, она упала на пол и сломалась ей бедро. Сознательного, трезвого функционирования мозга уже нет. Уже здоровой личности нет. Все заняло алкогольное мышление. Участники эксперимента отправились домой, спать. Но эксперимент еще не закончен. Ближайшие сутки самые тяжелые для организма. Ему предстоит переработать ядовитые продукты распада алкоголя. Например, ацетальдегид. Вспомните дух перегара от выпившего человека. Это запах ацетальдегида. Он начинает выделяться уже во рту, как только спиртное соприкасается со слизистой. Больше всего его образуется в печени. Ацетальдегид – это высокотоксичный яд. Это еще больший яд, чем сам этиловый алкоголь. Вот на совести ацетальдегида – такая массивная гибель клеток мозга, сердца, печени, почек, поджелудочной железы. Ацетальдегид разжижает защитную оболочку клетки и проникает внутрь клеточных мембран. Нарушаются обменные процессы. Потому что он внедряется в клетку, он попадает в ядроклетки, он попадает на ДНК и начинает вызывать изменения в ДНК клеток. Результат – появление атипичных клеток в организме, опухолевых клеток. Прежде всего, это опухоли полости рта, пищевода, жабутка, двенадцатиперстной кишечника и особенно опухоли прямой кишки. Кроме того, возникает риск плоскоклеточного рака головы и шеи. Причиной развития рака может стать не только крепкое спиртное, как считалось раньше. В 2008 году американские онкологи установили, что рак поджелудочной железы вызывает напиток, который многие и алкоголем-то не считают. Это пиво. Пиво, наверное, уже кто-то возвел в ранг безалкогольных напитков и пьют совершенно спокойно, как жидкость для утоления жажды. По статистике, каждый житель нашей страны в течение года выпивает почти 60 литров пива. Этот показатель стремительно растет, а главное – молодеет. Хорошего пива можно выпить литров 5-6 без проблем. Ну, за день, я имею в виду. Под хорошую закуску. Я могу выпить 8 литров за день, ну, может, даже больше. Одна бутылка светлого пива – это 50 грамм водки. Две бутылки пива – это полстакана водки. Российские ученые 5 месяцев поили пивом подопытных крыс, чтобы выяснить, влияет ли пиво на внутренние органы животных. Практически ни один орган не остался в том состоянии, в каком он был до эксперимента. Печень была совершенно другого вида, чисто, так сказать, даже визуально, при вскрытии животного. Она была почти темного цвета, в 3-4 раза увеличена, в отличие от традиционного алкогольного ожирения печени. И ткань печени была пронизана виброзной жировой тканью очень плотной консистенции. То же самое происходит от пива и с печенью человека. Стремительно развивается хронический пивной гепатит. Как правило, в скрытой форме. Человек не подозревает, что смертельно болен и продолжает пить. Печень вообще-то в организме предназначена для того, обеспечивать функции кухни. То есть это печень перерабатывает пищу, в том числе и алкоголь. Но когда алкоголя много, печень не в состоянии переработать эти колоссальные количества алкоголя. Она просто не приспособлена биологически для этого. И когда она перерабатывает эти кошмарные количества алкоголя, она прекращает делать всё, что ей положено делать по всем другим, так сказать, департаментам. Вот патология внутренних органов, особенно почек, печени и сердечно-сосудистемы развивается на фоне пива, угрожающей быстрыми темпами. Это сердце здорового человека. В норме оно весит 200-300 граммов. А вот это у меня в руках нормальное мужское сердце, как я сказал, и уже сердце человека, длительно и много потреблявшего алкоголь. Это огромное сердце, его иногда называют бычьим сердцем. При этом, как патология, этот процесс называется алкогольная кардиомиопатия. Сердце увеличивается в размерах, перестаёт эффективно сокращаться, на этом фоне появляются отёки. Но в действительности сам по себе алкоголь он не просто вызывает заболевания, он изменяет физиологию всего организма. Доказано, среди мужчин, систематически употребляющих алкоголь, сердечно-сосудистые заболевания встречаются в 22 раза чаще, чем у непьющих людей. Сердце – это орган, который один из первых начинает страдать от алкоголизации. Причём вот по нашим исследованиям он начинает страдать до того, как алкоголизм у человека развился. Человек употребляет алкоголь, ну, скажем, раз в неделю. И вот уже есть. Есть патология сердца. Об этом рассказывают уже соответствующие ферменты, то есть в состоянии крови. Кто хоть раз пил хмельной напиток, знает, как быстро он вызывает желание сходить в туалет. По-научному это называется полиурией – усиленным мочеотделением. Обладая столь мощным мочегонным эффектом, пиво вымывает из организма важные стройматериалы – микро- и макроэлементы, особенно калий, магний и витамин С. А это ведет к снижению умственных способностей, раннему одреклению мышц, нарушению обмена веществ. Если водочные алкоголики – это прежде всего пациенты, врачи и психиатров, то пивные алкоголики обращаются прежде всего к врачам внутренних болезней по поводу разного рода внутренних болячек. Некоторым патологиям, которые возникли от пива у подопытных животных, ученые до сих пор не нашли объяснения. Например, почему у крыс самок появились обширные опухоли в яичниках. Ткань матки была очень изменена, а опухоль была соизмерима с размером самой крысы. Обширный опухолевый процесс. Возможно, в этом виноват один из компонентов пива – хмель. Хмель придает напитку специфический горьковатый припус, а еще содержит фитоэстрогены – растительный аналог гормона эстрогена. Эстроген – женский половой гормон. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 мг эстрогена. Половина – крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в 100 раз больше – до 36 мг. От переизбытка этого гормона у женщины начинаются тяжелые эндокринные нарушения, резко меняется поведение. Женщина на глазах из приятной милой женщины-девушки превращается в агрессивную, в злобную самку. От пива у женщины появляются волосы на лице и животе. Голос грубеет. Наряду с этим возрастает риск развития рака молочной железы и яичников. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить ребенка. Пиво, по мнению ученых, одна из причин бесплодия. У мужчин пивной фитоэстроген подавляет выработку тестостерона. Начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Набухают грудные железы. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса резко снижается. С виду пока мужчина, а биологически уже наполовину женщина. У него пропадает мужество в характере. Он все боится, опасается. У него пропадает интерес к женщинам. 15-17 лет попил пиво. Обеспечена им потенция. По мнению наркологов, именно пиво становится стартовой площадкой на пути к болезненной зависимости от алкоголя. Пивной алкоголизм это тот же алкоголизм, что и водочный и любой другой. Вот в Клину, вы знаете, да, есть пивзавод. Я был недавно в наркодиспансере клинском. Так там уже второе поколение пивных алкоголиков. Понимаете, у них там на содержании находятся. То есть это замена крепких алкогольных напитков, менее крепкими, только и всего. Ну, пол-литра в день. Это, я считаю, нормально. Ну, 10 баночек, там, 10 кружечек я выпью пиво. Если вы хотите со мной помериться, да, силами, то мы можем посвятить какой-то день, да, и вы увидите, сколько я могу выпить пива. Рано утром испытуемых снова привозят в лабораторию. На утро, в 6 утра я проснулся, сушняк, конечно, во рту, кефиру, наверное, пол-литра выпил. У меня очень болит горло. Такое ощущение, что я орала, там, или я кричала, я пела. Вот такое ощущение. А на самом деле я просто вот общалась, и я просто вот, я пила спиртное. Больше я ничего не делала. Ну, что рассказывать? Тяжко мне после вчерашнего. Проснулся, покряхтел, выпил водички, литра два с половиной. Головная боль, ломота в суставах и желание пить – следствие алкогольного обезвоживания организма. Чтобы вывести ядовитые продукты распада и кирового спирта, печени нужны не только специальные ферменты, но и много воды. Поэтому она вытягивает влагу из других органов. Психофизическое состояние человека наутро после употребления спиртного – это состояние больного после тяжелого отравления. Похмелье – это интоксикация. Похмелье – это тогда, когда вообще-то уже радости никакой не осталось, а остались в желудке и продолжают поступать продукты обмена кислотного свойства. И на этом фоне, конечно, поскольку есть отравление организма, на этом фоне экстрасистолия. Во-первых, повышенная частота сердечных сокращений. Во-вторых, экстрасистолия. В-третьих, повышенное артериальное давление. В-четвертых, так скажем, неважное самочувствие, сознание и так далее. На этом фоне все что угодно может произойти. Инсульты, инфаркты, обострение всех хронических заболеваний. В трезвом состоянии, когда мозг не парализован алкогольной эйфорией, организм подает нам тревожные сигналы. Но мы, как правило, связываем их с чем угодно, только не с алкоголем. Человек ощущает, у него, например, тяжесть за грудиной, какие-то покалывания или нарушение ритма. Человек начинает ощущать сердцебиение или его неравномерные биения. Ну, кто из нас на это внимание обращает? Да? Никто? Приборы уже не фиксируют наличие алкоголя. Но это не означает, что с организмом все нормально. Ученые снова тестируют Юлию, Евгения и Михаила. Мы проводим утреннее тестирование с той целью, чтобы оценить состояние последействия алкоголя. Согласно тестам, быстрота реакции у Юлии и Михаила снизилась на 50%. У Евгения на 70% стали значительно хуже памяти координации. И вот, кстати, многие садятся за руль утром в таком состоянии. Хотя алкоголя в крови нет, они не подозревают, что в состоянии похмелья риск, скажем, попасть в ДТП или риск наехать на столб или на пешеходу, практически равен тому риску, который имеется в состоянии алкогольного опьянения. Чем чаще человек устраивает себе алкогольные встряски, тем быстрее организм перестает защищаться. Он начинает принимать алкогольный яд как главный источник питания. Человек превращается в алкоголика, а его похмелье в тяжелое физическое и психическое расстройство. Обстинентный синдром. То есть это тогда, когда твой организм без алкоголя не хочет существовать, у него отняли это топливо замечательное, и он бунтует. Вот это вот похмельный или обстинентный синдром. Обстинентный синдром на крысах моделируют в Национальном научном центре наркологии. Животным в качестве единственного источника жидкости дают водку. Спиртное крысы получают каждые 12 часов. Они должны быть постоянно пьяными. Опьянение у крысы проявляется примерно так же, как у людей. Затем крысам прекращают давать водку. Когда алкоголь выводится из крови, у животных начинается тяжелейшее похмелье. Крыс трясет мелкой дрожью. Глаза наливаются кровью. Их раздражают любые звуки. Мышцы напряжены, как камень. Животные замирают в одной позе и стоят так часами. Высшая степень проявления обстинентного синдрома – это судороги. В белой горячке, в состоянии тяжелого похмелья у людей, они тоже наблюдаются. Это очень тяжелое состояние. И не так легко их вывести человека из этого состояния. И при этом иногда может наблюдаться смерть. Так же и у крыс. Вывести из состояния обстиненции крыс удается только на седьмые сутки. А иногда не удается вовсе. Из десяти подопытных животных четверо погибли. Безумно жаль этих животных. Но человека еще жальче. Поэтому приходится работать на животных. И мы видим, как они страдают, конечно. А человека жаль многократно больше. Потому что заболевание, конечно, очень тяжелое. В бытовом представлении алкоголики – это социальные личности, потерявшие человеческий опыт. На самом деле современный алкоголик может скрываться за безупречным фасадом, носить хороший костюм, успешно работать. И еще. Он очень молод. Тридцать три. Это вот такой средний возраст, в котором люди обращаются за помощью к наркологу, имея уже вторую стадию заболеваний. То есть у них за плечами уже от пяти до десяти лет злоупотребления алкоголя. Если можно посмотреть на себя, на окружающих, на очень многих, можно увидеть, что очень многие люди на самом деле находятся как раз в первой стадии алкоголизма. Выделяют три стадии алкоголизма. Первое – это когда хочется выпить, пьешь и не можешь вовремя остановиться. Знаешь дозу, но все равно пьешь больше. Если начались запои, если из всех возможных способов досуга выбираешь выпивку – это вторая стадия. Осознать, что ты дошел до третьей стадии самостоятельно практически невозможно. Личность больного алкоголизмом деградирована. И таких людей мы достаточно часто можем видеть. Вот они где-то ходят, уже такие опустившиеся, что-то лазят по помойкам. Они не могут работать, у них нет семьи, нет дома ничего. Путь от успешного человека до спившегося бомжа значительно короче, чем мы привыкли считать. Чтобы превратиться в такого же, мужчине достаточно пяти, максимум семи лет. Женщине – два-три года. Участники нашего эксперимента, здоровые и крепкие с виду, пьют по российским меркам мало. Никому в голову не приходилось считать их находящимися в группе риска. Эксперимент со спиртным начинался для них как забавное приключение, а закончился неутешительными выводами ученых. И Евгению, и Юлии, и Михаилу алкогол из жизни необходимо исключить. Никакого желания, у меня теперь на месяц хватит, как говорится, никакого желания употреблять. Я, наверное, буду выпивать, но я стараюсь сейчас уменьшать это. Вот я, наверное, взрослею, умнее. Я теперь понимаю, что мне это не нужно и вообще. Поэтому я обязательно на себя со стороны посмотрю. Я понимаю, мне будет страшно и стыдно, но это нужно сделать, чтобы понять. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь как причина смерти занимает в мире третье место после рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, и к раку, и к болезням сердца спиртное имеет самое прямое отношение. От самого качественного алкоголя человек может получить острое смертельное отравление. Затем заболевания циррозом печени, заболевания, которые называются неврозой, вызванные постоянным хроническим алкогольным отравлением, собственно алкоголизм и так далее. И вот эта вот группа заболеваний дала нам более 75 тысяч смертей в 2007 году. 75 тысяч. Два чукотских автономных округа. Исторически так сложилось. У россиян неважная алкогольная наследственность. Каждый из нас в зоне риска. Эту ситуацию усугубляет то, что алкоголь доступен. Вот представьте, я бы приехал в Москву, нигде нет пива и виноводки. Захожу в хозяйственный магазин, одел ядохимикаты. И на полу в грязи пыли стоят яд для крыс, яд для мышей, пиво в невзрачном бочонке, водка, вино. Понятие, все это в пыли, в грязи. Наверное, люди бы задумались, да, что это в ядах стоит, наверное, это яды. Разрушения в организме начинаются с первой рюмки. Они пока почти незаметны. Но за первой может появиться вторая, третья, еще бокал, еще стопка, фужер, стакан. В какой-то момент организм обязательно сорвется. И вы будете сжать и сжать на педальку. Когда несчастная крыса с электродом в мозге. И вы будете сжать на педальку. И вы будете сжать на педальку.